всем привет вы на канале арм кимор меня зовут арман и сегодня ребята у нас будет очередная серия рубрики версус да ребята у нас версус будет между королем и каким-то юнитом которые занимает 20-25 5 мест или же несколько вот мелких винтов которые вместе будут занимать 20-25 мест в общем вот так вот у нас будет и если вы хотите еще одну серию по этой рубрике то давайте под этим роликом набьем 500 лайков и после 500 лайков мы будем точнее я буду выкладывать на ютубе новую серию по этой рубрике и надеюсь что эта рубрика вам нравится и я очень хочу снимать вот как то так так что жду ваших лайкосиков ребят и пишите ребят в комментариях как думать и что может точнее кто может победить победить нашего короля 10 уровня и хотите ли вы чтобы мы тестировали еще и более сильного короля допустим вот короля 20 лавила одну не знаю разница будет не будет но в принципе можем тестировать все это тело зависит от вас ну а мы сейчас уже давайте начнем наш тест сейчас я буду кидать запросик вот отлично запросе кисть и сейчас мы пойдем в атаку в час мы точнее вот лол блин чуть-чуть это за фигня то что это за фигня я не тухать базу хотел тестировать лол почему-то база не показывается в том виде который вот у нас есть так блин сейчас попробуем еще один запросе кидать ну не знаю получится не получится надеюсь получится так отлично кидаем запрос выбираем нашу базу вот эту базу отлично блин там предыдущий вариант тоже можно было сохранить слова я не знал об этом и сейчас уже ребят нападаем на ту базу на которой мы хотели нападать конечно первую очередь у нас будет у нас будет пика дали раз сейчас пика против короля и что король хотя бы что-нибудь сможет делать потому что пика по 5 ловила слишком уж сильно вот смотрите смотрите ребята это просто жесть купейки совсем даже одну четверть хп не отнялось а король уже сдох лол офигеть ребят но сейчас уже будем тестировать варваров ребят если честно я знал что с пикой так будет поскольку вот во время прошлого теста мы успели увидеть как мало хп наносит король и как больше хп сносит пик как будто как больно бьет пика а вот по королю так что это в принципе можно было и угадать сейчас ребят уже будем король использовать против против варваров да конечно варвары это как бы часть короля но все-таки будет интересно кто выиграет король или же варвары в общем выпускаем сначала вот так и по очереди всех фарваров вот так вот ну я думаю что варвары выиграют потому что они опять же очень сильные блин 4 варвара всего лишь сдохли и остальные варвары потихонечку начали мочить нашего короля и в итоге замочили в принципе интересно было по моему но все эти результаты конечно немножечко немножечко можно вот приугадать но в принципе может быть что-то пойдет по-другому и наш король как бы будет очень стараться и уничтожать всех наших юнитов кстати ребята минус в том что у этого короля который в защите нельзя использовать способности вот если можно было как-то хоть как-то использовать его способности то было бы еще круче сейчас ребят давайте будем лучниц по очереди выпускать давайте вот по очереди вот так по очереди сейчас посмотрим что допустим что да как будет но так понятно да что лет лучницы будут дыхать один за другим ладно тогда будем их выпускать с одной точки ну с одной точки конечно это конечно же имба блин опять же лучницы сильнее чем король 10 левела мне кажется что практически все юниты смогут справиться с этим королем ли король хотя бы вот должен быть 30 ловла чтобы сделать такие тесты по моему да ребят вот пишите с какого уровня лучше всего сделать эти тесты королем и королевой по моему до 30 уровень уже довольно таки интересно уже будет смотреть а если король уже будет топовым то вообще уже будет жесть так сейчас валик будем выпускать раз-два-три вальки сейчас вальки и вальки то чё-то чё вы творите так сейчас 1 валька сдохнет да не никто не сдохла лол вальки тоже сильнее блин король вообще вообще очень слабенький у нас десятый ловел и все юниты в принципе могут замочить которая занимает примерно столько же мест сколько и король а вы в комментариях ребят попробуйте указать точную цифру вот сколько мест занимает наш король у конечно тут нифига не написано но если вот поискать википедии или же не знаю там где-то вроде написано что король занимать сколько-то там есть не знаю я вот 20 взял и их не знаю не хорошо сейчас посмотрим возможно кто-то знает точную цифру и мы все узнаем кстати вот постарайся тоже поискать и есть и что сообщу вам так видимо ведьма второго ловла сейчас посмотрим кто сильнее ведьмы или же король так скелетики и были не все дело будут делать у нас скелетики которые просто будут все время приближаться к королю и король просто тупо не успеет дойти до ведьм ну в принципе так и было король вообще нифига шинки не успел сделать отлично ведьму в принципе уцелели сейчас пойдут куда-то в другую сторону и их будут мочить пашни колдуны окей колдунов точнее вот как то так сейчас посмотрим что у нас еще и сейчас будем магов тестировать от маги маги конечно они у нас вообще будут издеваться просто над королем поэтому я буду выпускать их по очереди так получите получите и потом в конце в самом самом конце мы уже будем тестировать короля против королева так 6 магов будем выпускать 6 магов эту у нас получается 24 места и в принципе по моему нормалек так по очереди выпускаем их по у короля отнимается так неплохо ребят скажу я вам уже почти половина их и пояс неси на так еще один маг хочет ладно ой ребята офигеть смотрите король выжил король и выжил лол сейчас еще одного мага выпустим это конечно не считается но будем считать что король 10 уровня сильнее чем сколько там у меня восемь магов вот если выпустить их по очереди ну отлично так пошли ребята пошли дальше ну гигантов выпускать не имеет смысла и сейчас уже будем выпускать нашу королевку 29 не 28 ловла посмотрим что у нас будет на этот раз королева или же король пишите ребят кто по вашему выиграет только ставьте ролик на паузу чтобы все было по-честному ну а потом уже напишите кто сильнее будет король 10 ловла или же королева 28 ловла пускать я буду королеву вот примерно туда где стоит король чтобы было все по-честному чтобы король там полчаса не шел королеве вот и в принципе уже начнем нашу атаку надеюсь вы уже все там написали и сейчас уже я выпущу выпущу и в конце посмотрим кто сильнее так 3 2 1 старт так король или королева король или королева король или королева болень королева все-таки левел решает но королева очень-очень мало хп остается но все же она выигрывает этот поединок и вот просто бочит вражеского короля ну в принципе нормалек и сейчас ребят самый-самый последний тест у нас на сегодня сего сейчас мы уже будем тестировать король два раза сильнее наш король получается потому что вот она у меня сейчас король на 20 ловла а там на базе стоит король 10 ловла посмотрим посмотрим если два раза выше левелом то это будет ли означать что половина хп останется у вражеского короля или же нет сейчас мы это выясним ребят примерно вот сколько хп останется у короля можете это тоже вот пилу предугадать вот она ясненько что наш король выиграет потому что у него левел выше а я способности юзость не буду вот насколько хп останется можете вы попробовать угадать опять же все делайте по-честному пожалуйста ребят поставьте ролик на паузу и пишите ну а я сейчас уже буду выкидывать скидывать поставить нашего короля 3 2 1 король пошел королю бобах блин мне кажется или они чё-то немножечко не туда бьют лол так прикольно отлично отлично если что у нас остается ну не ребят половина хп ну одну четверть ребят примерно одну четверть четверть хп остается у нашего короля и в принципе в принципе это по-моему очень плохо надо было как-то половину хп оставить но если юз эти способности то получится половины хп нормальнёк так ну в принципе ладно можно на этом уже заканчивать наш сегодняшний ролик ребят напишите в комментариях какого юнита вы хотите чтобы мы тестировали следующий раз версус battle между какими юнитами можно устраивать напишите в комментариях буду ждать нестерпением ваших комментов и отвечать по возможности а на этом все спасибо огромное за просмотр с вам был как всегда я рон всем удачи всем пока ребята